Все это они дают ложную информацию о том, что я не нахожусь рядом с ребенком. На самом деле вот я здесь в больнице, я также находилась в Сукулуке в больнице с ребенком. И сюда также поступила вчера с ребенком. Они это все делают для того, чтобы у меня забрать детей в Россию. Они до этого еще просили, чтобы я написала отказ от детей, но я этого не сделала. Теперь они решили вот таким путем у меня забрать детей. При этом они заставляют давать мне, чтобы я давала ложные показания против Самаркина, против его семьи. Хотя это все неправда. Самаркин к нам всегда хорошо относился. В тот момент, когда мы оказались на улице с Колей, когда не было рядом ни родственников, ни мамы, никого не было, нам пришлось обратиться к Саше Самаркиным. Саша погасил все его долги, где Коля задолжал. Помог вытащить нам вещи, когда мы находились даже без одежды, даже, можно сказать, без трусов, когда у нас этого всего не было. Саша это все вытащил, все это нам привез. Предоставил нам питание, работу. Он никогда плохо не относился к нам, ни к детям. Он всегда хорошо относился. Он всегда то, что детям нужно, всегда покупал. Также и Коле тоже он много в чем помогал. И когда Коля... Это, конечно, мелочи, но все же, даже когда у Коли телефона не было, Саша это все ему предоставил телефон и все, что ему нужно. Сейчас вам дают в соцсетях ложную информацию. У моего сына с половым органом все хорошо. Он у него не отрезан. Там все хорошо у него. Он чувствует себя хорошо. Он играется. Он кушает. Он улыбается, ходит. Ожоги, то, что у него ожоги, это все вышло случайно. Это все получилось чисто случайно. Он сам обжегся от печку. Ему никто насильно руки не обжигал. Я никого не защищаю, никого ни в чем, ни в ответственности не снимаю. Да, виновата я. Да, виновата Коля. Но насильно причинить ему боль никто этого не хотел. Так же и меня. Почему? По какой причине? Я не лишена родительских прав. Меня никто этого не лишал. Но меня почему-то все равно ограничивают от сына. Насильно меня выгоняют с палаты. Агрессию мне предоставляют, чтобы я рядом с ребенком не находилась. Судительство о рождении. Все успокоилось. Судительство о рождении. Он даже не вписывается. Насчет документов. Документов, да. Документов у нас нету. Это все по Колиной причине. Перед тем, как обратиться к Саше Самаркиному за помощью, Коля влез в долги, где он отдал документы. Отдал детские документы и свои все документы он отдал. Поэтому нам тогда говорили, что документы сожгли, требовали деньги какие-то. Так у Егора не было свидетельства о рождении вообще никогда. Я могла это сделать, свидетельство о рождении, но так как у Коли не было паспорта, он был против, что ребенок будет записан на меня только, на мою фамилию. Поэтому мы не делали этого свидетельства о рождении. Но это все сейчас делается. Это все уже решается. Документы все будут. У моей дочки документы есть. Как там говорят, что Саша мог не домогаться к моей дочери. Нет, он к ней даже никогда не подходил. Ее осмотрели, с ней все хорошо. Она находится у моих родителей. С ней все хорошо. Ее никто не обижает. Не обижал до этого никто. По поводу денег. Я бы еще хотела сказать, что сейчас многие люди собирают деньги и передают лично в руки Коле. Я попрошу лично от себя, не нужно этого делать, потому что ребенок ни в чем не нуждается. У него все есть. Лечение в больнице у нас проходит бесплатно. Питание у него есть. Некоторые продукты даже пропадают. Он ни в чем не нуждается. У него все есть. Каждый день мне звонит семья Самаркина, предоставляют свою помощь. Они предлагают, спрашивают каждый раз, нужно ли что-то ребенку. Они тоже переживают. Они тоже звонят. Каждый день. А в тот день, когда у моего сына так произошло с половым органом, Саши вообще не было на пруду. Он с утра как уехал, и все, он приехал только вечером. Так как там говорят, что Саша это умеренно сделал. Нет, это не так. Ему никто, еще раз повторяю, никто ему половой орган не отрезал. Мы это обнаружили все вместе и сразу обратились в больницу. Моему сыну насильно никто боли не хотел причинять и не причинял.